Игорь Верник – российский актёр и популярный телеведущий с лучезарной улыбкой. Кажется, будто он родился под счастливой звездой. Природа наделила его множеством талантов, и каждое начинание артиста даётся ему с лёгкостью. Успехом пользуются спектакли МХТ с его участием, фильмы и программы на телевидении. Личная жизнь Игоря также богата событиями, как и его карьера, Верник был и остаётся любимцем женщин, его постоянно окружают знаменитые красавицы. Первый брак артиста случился, когда ему исполнилось всего 22 года. Избранницей Игоря стала выпускница Института иностранных языков Маргарита. Роман развивался настолько стремительно, что для друзей и близких исполнителя эта женитьба стала полной неожиданностью. Союз оказался недолговечным, через год супруги развелись. 14 лет Верник не связывался узами брака, пока в 1998 году не нашёл, как ему показалось, ту единственную, которую решил повести под венец. Случайное знакомство в магазине с девушкой Марией стало судьбоносным. Маша и Игорь прожили вместе 10 лет. В 1999 году жена подарила актёра сына Григория Верника, но и этот брак завершился разводом. Мария долго берегла семейный очаг и старалась не верить слухам о похождениях мужа, но однажды её терпение кончилось. Мария вскоре повторно вышла замуж и переехала жить в Майами. Звёздный артист недолго страдал от одиночества и ему приписывали романтические отношения со знаменитостями Татьяны Друбич, Кэти Тапурия, Дашей Ставьевой, Лерой Кудрявцевой и Альбиной Назимовой, но неизвестно имели ли место эти романы в действительности. В то время, когда Игорь Верник был членом жюри телешоу «Хочу в Виагру», внимательные телезрители заметили, что артист неравнодушен к одной участнице проекта. Это обаятельная украинская девушка Мария Гончарук. Не мудрено, что все заговорили о тайной связи между Лавеласом и Машей, но после завершения проекта слухи утихли. В 2011 году Игорь Верник начал встречаться с юной фотомоделью из Севастополя Дарьей Стыровой. Игорь познакомил Дашу с сыном, они вместе отдыхали в Каннах. Он заговорил о браке, причем назвал даже дату. Но этого так и не случилось. Как собственно все и ожидали, звездный шоумен и плейбой недолго оставался один. Верник стал встречаться с уроженкой Тверской области моделью Дарьей Розовой. Но эти отношения не продлились долго. Вскоре рядом со звездой была замечена другая юная красавица. Ее стала начинающая актриса Евгения Храповицкая. Пара встречалась какое-то время, но в декабре 2015 поползли слухи, что Игорь и Женя больше не вместе. Причиной прекращения отношений артист назвал плотный рабочий график. В марте 2016 года 52-летнего Верника снова увидели вместе с 28-летней Женей. Они появились на торжестве режиссера Валерии Гайгерманики, которая отмечала два дня рождения. Своей дочери Октавии Игорь и Евгения Храповицкой обменивались многозначительными и нежными взглядами, охотно позируя перед камерами фотографов. В тот же период стали поговаривать. И о возобновлении отношений Игоря с Розовой. Это случилось летом 2016-го. Артист провел вместе с ней и сыном отпуск в Юрмале. После возвращения они рассказали репортерам, что вместе не живут, но теплые отношения до сих пор поддерживают. Весной 2018 года о личной жизни Игоря Верника вновь заговорили. Знаменитости приписывали роман с коллегой Аглой Тарасовой. Актеры стали ведущими церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Публика отметила, что пара смотрелась гармонично не только на сцене, но и на красной дорожке. Официально никаких комментариев от Верника и Тарасовой не поступало, но летом исполнители побывали на фестивале Кинотавр. Совместные фотоартистов попали на страницы светских таблоидов, а в личном микроблоге актрисы появилось поздравление с днем рождения от Игоря Верник в виде многозначительной фразы «Обожаю, обожаю, обожаю». Тем не менее сейчас совместные снимки звезд не публикуются в персональном инстаграме Верник.